В этом году зима выдалась по-настоящему снежной и морозной, что-то двинуло сроки начала полевых работ на несколько недель по сравнению с прошлым годом. Однако, уверены аграрии, это не критично. И вот они первые гектары посевной кампании 2021 в Брестском районе. В ОАО Остромячево в этом году из Брестского региона одними из первых начали полевые работы. Подготовили технику, топливо, другие материальные ресурсы с тем, чтобы решать первоочередные задачи посевной. Поэтому сейчас никакой поспешности и ажиотажа нет. Работы идут в плановом режиме. Значительную долю в структуре сева сельхозпредприятия займут кукурузы на силос 2401 гектар, яровые, зерновые и зернобобовые 955 гектаров. Кроме того, отведены площади под ячмень, горох, сахарную свеклу и другие сельхозкультуры. Подготовка полей идет по плану, вносится удобрение, готовится почва, проходит ранневесенняя культивация, закрытие влаги и посевная обработка почвы перед севом. На участке Прилуки первые 20 гектаров будут засеяны овсом. Остальное в соответствии с планами посадки. Техника уже вышла на поля, работы достаточно много. Для посева данной культуры были внесены калийные удобрения из расчета фосфора и в предпосевную подготовку почвы был внесен азот. А буквально в 10 километрах на полях участка Знаменка активно ведут подготовительные работы в рамках посевной специалисты Открытого акционерного общества «Замир». Планы здесь достаточно амбициозные. Расчет на хороший урожай. На данный момент у нас происходит внесение органических удобрений под яровой сев. Планируется посеять 40 гектаров овса, 100 гектаров зернобобовых культур. В частности, это будет у нас горо. Также сегодня начали подкармливать озимые зерновые, гибридную рожь, потому что она начала вегетировать. В целом ожидается подкормка озимых зерновых в полном объеме и озимого рапса. За долгую снежную зиму почва хорошо увлажнилась, и это большой плюс для весенних полевых работ. Сейчас же аграрии надеются на благоприятную погоду, ведь, например, заморозки значительно усложнят поставленные задачи. В целом работа наша зависит, конечно же, от погоды. Вот сегодня вроде плюсовая температура, а в последующие дни обещают минус, поэтому работа немного приостановится. В целом останется похота и внесение органических удобрений. Аграрии сделают все, что от них требуется, ведь они умеют решать поставленные задачи. Последнее слово за погодой. Работники сельхозотрасли надеются, что она не подведет.